как правильно скручивать проволоку чтобы скручивание нашей проволоки было красивым аккуратным и однородным нам необходимо правильная постановка рук кто-то из вас правша кто-то левша поэтому постарайтесь найти то положение рук которое вам лично будет удобно я же покажу вам главный принцип который напрямую влияет на красивое ровное скручивание а именно натяжение проволоки как я его коротко называю натяжка я покажу вам два способа фиксации проволоки для хорошей натяжки в первом случае для хорошей натяжки мы будем растягивать проволоку двумя пальцами во втором случае мы будем фиксировать проволоку при помощи одного пальца каждый из этих способов мы рассмотрим отдельно я продеваю левой рукой указательный палец между проволочками тем самым верхнюю проволочку я беру и немножко приподнимаю теперь нижними пальцами левой руки я фиксирую оба хвостика проволоки и теперь большой палец я продеваю туда же между двумя хвостиками проволоки при этом крепко зажимаю пальцами левой руки хвостики проволоки правой рукой я буду натягивать бусину и одновременно закручивать ее я правша поэтому я всегда закручиваю правой рукой а левой рукой мне удобнее просто фиксировать крепко проволоку и так я создала правильное натяжение проволоки левой рукой я фиксирую хвостики проволоки правой рукой я держусь за бусину создаю натяжение то есть я оттягиваю правую руку в правую сторону и одновременно закручиваю бусинку закручивать бусинку вы можете как от себя так и на себя делайте так как вам удобно но запомните одно важное правило выберите направление какую сторону вы будете крутить бусинку от себя или на себя и крутите так проволоку абсолютно всегда на самом деле чтобы ваше плетение проволоки выглядело красивым и однородным необходимо просто правильно зафиксировать проволоку и вам уже не придется ничего делать кроме как одной рукой закручивать бусинку проволочка сама будет ложиться ровными виточками теперь рассмотрим второй способ фиксации проволоки при помощи одного пальца мы зафиксировали бусинку и теперь один указательный палец мы продеваем между двумя хвостиками проволоки, а всеми остальными пальцами левой руки или правой руки как вам удобнее вы фиксируете хвостики проволоки теперь когда проволока крепко и надежно зафиксирована нам остается просто натягивать вправо бусинку и закручивать ее всегда в одном направлении именно так у нас получается красивое и ровное плетение проволоки. Для наглядности я покажу вам другие примеры, когда проволока плохо скручена. Я покажу вам пример, когда проволока была плохо натянута и когда проволока была перетянута. Начнем с первого примера. Как всегда вдеваем бусинку в проволоку, бусинка наша болтается и чтобы этого не было мы фиксируем ее пальчиками с двух сторон. Я фиксирую проволочку первым способом, который я вам показывала. Напоминаю, что я показываю вам пример плохого натяжения проволоки. Как вы видите, я левой рукой держу хвостики проволоки, но правой рукой я не натягиваю проволоку, а просто закручиваю, как это делают многие мастера. Я надеюсь, что при помощи моего курса таких работ станет меньше. Обратите внимание на витки проволоки, как у нас получилось их сплести и когда у нас нет натяжения в правую сторону, витки проволоки у нас пляшут то в одну сторону, то в другую. И в целом это все выглядит очень неоднородно и некрасиво. А теперь мы исправим это и сравним. Я хорошо фиксирую левой рукой хвостики проволоки, а правой рукой я оттягиваю в правую сторону бусинку и соответственно проволоку тоже и закручиваю бусинку. И вот, что у нас получается. Тот участок, который мы плели сначала, очень неоднородный, а тот, который мы сплели в конце, очень сильно отличается и я думаю, что вам это хорошо видно. Разберем второй пример плохого скручивания, но теперь мы будем перетягивать натяжку. Мы зафиксировали бусинку, как обычно. Я фиксирую хвостики проволоки левой рукой крепко, но теперь я буду закручивать проволочку, слишком широко раздвинув пальцы. Тем самым наше плетение получится сплюснутым и очень сильно перекрученным. Я надеюсь, вам хорошо это видно. Такой способ также делает наше скручивание очень неоднородным, неаккуратным и может легко привести к поломке украшения в будущем. Так делать не стоит, поэтому теперь мы снова сравним два разных способа. Первый у нас был неправильный, а второй так как нужно плести проволочку. Я надежно фиксирую хвостики левой рукой и я растягиваю проволоку таким образом, что у меня получается острый угол из проволоки. И теперь я правой рукой оттягиваю бусинку и закручиваю ее. Как вы видите, проволочка закручивается красиво и аккуратно, как будто бы сама собой. Главное правильно зафиксировать проволоку левой рукой, создав хорошую натяжку. При этом хвостики вашей проволоки должны смотреть в разные стороны под небольшим углом. Не нужно расставлять пальцы так, чтобы проволока находилась под углом 90 градусов. Так вы получите скручивание, которое идет на примере у нас сразу после бусинки. И вновь обратите внимание на то, как мы плели в начале проволоку и то, как я показала ее в конце. Очевидно, что первая часть плетения не аккуратная и неоднородная. Я же рекомендую вам плести проволоку так, как было показано на втором отрезке. Здесь же я покажу вам способ плетения проволоки, когда мы плетем, опираясь на один палец и снова у нас создается острый угол из двух хвостиков проволоки. А правой рукой мы снова натягиваем бусинку и закручиваем ее в одном направлении. Всегда только в одном направлении. Проволочка ложится также ровно и аккуратно. Аккуратное плетение проволоки придаст нужной прочности вашему украшению, а также создаст ровные прямые красивые линии. Коротко повторим правила красивого плетения проволоки. Чтобы проволочка скручивалась красиво, необходимо крепко зафиксировать в руках проволоку, чтобы при плетении она была натянута. Красиво сплетенная проволока ложится виточек к виточку ровно, аккуратно и равномерно. Чтобы так получилось, важна натяжка и наклон хвостиков проволоки. которые вы зажимаете. А красивое плетение это не только про эстетику, но и про крепкое основание вашего изделия, которое не сломается.